светощее платье симпатичные веселенькой расцветочки тоже зеленые потрясающие расцветки красивые зеленые с красными цветы платье запахом все как я люблю короткая где-то чуть выше до колена мне нравится его расцветка я не могу сказать что мне она не нравится но Каролина Белли Монреаль какой-то наша канадская не помню когда купила проблема та же самая вот этот вот трикотаж не очень дорогой который вот как сопли тянется и растягивается он меня очень облегает вот в районе живота и попы и в общем очень облегает очень растягивается это очень красиво и ну то есть платье неплохое но тоже банально мне маловато и как бы зачем висеть в шкафу если оно мне мало и не могу я его носить тоже надеялась что я похудею в Ростовнево но нет но это кстати я покупала его оно мне было как раз так же не тот случай что покупала сначала когда была маленькая ну в общем вот так уходит так еще одно платье на сей раз из Зары оно из такой тонкой джинсовой ткани тоже куплено несколько лет назад я его пару раз носила что вам сказать ну во первых вся эта вот эта аппликация все это как-то вышла из моды по-моему сейчас хотя это было очень модно и она очень честно аппликация красивая я ничего не могу сказать она довольно красиво выглядит достаточно хорошо выполнено ну во первых даже не в том дело что вышла из мод я особо не запарилась вышла войдет знаете как через пару лет но вот эти вот оборочки вот здесь вот возле горла и на плечах и вот здесь вот на рукаве мне кажется что оно какое-то немножко детское вот не даме в моих летах носить вот такие вот оборочки вот эта вот оборка у горла если честно оно выглядит очень дурацкий на мне потому что я видно что я не девочка молоденькая уже давно а вот дама взрослая и вот все вместе вот это вот оборка аппликация фасон такой знаете как ну вот просто такое детское платьице оно выглядит немножко детским и по-моему на мне оно выглядит нелепо смешно и в общем я решила от него избавиться потому что не ношу все равно висит в шкафу хотя я же говорю вот эта аппликация красивая вышивка но они вместе все вместе это выглядит как-то глупо и нелепо на мне еще одно платье из магазина банана репаблик это такое платье знаете полоску на костик какие-то пуговицы очень такое офисное деловой платье я его носила кстати мне его просто надо померить мне кажется что он просто маловато я померю его она мне стало маловато раз во вторых оно такое скучное какое-то знаете вот это платье футляр как-то это уже в общем его можно носить можно носить с пиджаком знаете что я подумаю я может быть его померю еще раз и подумаю браски мне были оставить потому что в принципе оно такое платье из моды не выходит никогда вернее оно не сильно такое ультра актуальное актуальное но в принципе нельзя сказать что вы уже прямо вышли из моды платье и платье обычное платье и в общем можно его носить но не знаю по мере подумаю даже я не знаю это свитера или платье все таки платье больше чем свитера или свитера значит одно вот это вот из зары в полоску немножко с люрексом такое знаете просто длинный такой вот как оно прозрачное под него нужно надевать какой-то чехол опять же очень дешевый трикотаж прозрачный тянется растягивается очень не очень хорошего качества потом вот это вот сверху видите вот этот вот вырез обработан как-то очень дешево она выглядит дешевит и в общем такое неинтересное дешевое платье которое вообще не знаю зачем я его купила уходит и еще одно платье вернее это такая знаете как свитер туника ну в общем я его носила довольно долго и активно какой-то бренд пропал что-то такое не знаю в общем она короче видите такое разной длины тут вот так и вот такие оно интересно знаете у него здесь вот так полоски здесь вот так полоски здесь полоски на рукавах вырез такой хомутиком и оно такое разной длины длинная я его носила обычно с кожаными леггинсами с какими-то леггинсами вниз еще нужно было что-то пододеть потому что грязь большой знаете раньше я его когда-то очень любила и носила с удовольствием ну просто мне как-то оно надоело и мне кажется пришло его время уже с ним расстаться ну не знаю надоело если честно ну сколько может вот так что тоже уходит и в общем не знаю хотя оно в нормальном состоянии оно нигде не вытерлось не скаталось вполне себе такое нормальное оригинальное ну в общем пора пора попрощаться вот сейчас пойду за юбками принесу и буду вам показывать дальше так ой еще одно платье я забыла оно у меня зацепилось зацепилось за кучу юбок я его вот кстати тоже платье из Afro 21 у нас был такой магазин который закрыли и вообще закрыли по-моему везде может не знаю ну в общем из серии мрачных расцветочек которые не украшают не молодят и так далее вот тоже такое платье платье пешок с таким вот закатанными рукавами здесь на пуговицах тоже мне это уже не нравится не нравится его вырез вот просто знаете такой круглый здесь вырез здесь какие-то завязочки ну в общем такое никакое платье главное что такая мрачная расцветка совсем по-моему не идет не подходит в общем избавляемся куча юбок в основном здесь юбки которые мне малые и которые очень короткие я одно время носила до какого-то времени я носила юбки достаточно короткие потом я перестала приносить не то в силу возраста не то в силу как-то ну в общем как-то мне это разограбилось ну они у меня висят и висят и висят и снимают место в шкафу и путаются у меня под руками когда мне я что-то ищу и в общем решила я от них избавиться окончательно и бесповоротно висит у меня по две юбки на вешалке потому что я экономлю вешалки знаете в общем ну это из H&M по-моему да это юбка из H&M ну такая вот запаха но вы видите ее длину и вы понимаете что я как женщина приличная в моем возрасте такую юбку уже не надену вот правда что знаете что она лет пять уже висит и я к ней не добраюсь потому что уже лет пять наверное ну может быть четыре года я не ношу юбки такой длины но висит пока не случился карантин у меня не дошли руки ее выбросить и раскламить и в общем короче вот следующая юбка из магазина Банана Репаблик так значит здесь она какая-то такая полосочка здесь что-то какой-то запах пояс ну в общем та же история короткая слишком короткая вот не годится следующие две юбки то же самое узкие юбки одна черная с какой-то вот здесь вот в аппликации на животе спереди узкая короткая юбка такая резиновая с третчей нет мала и не ношу я сейчас такое и то же самое черный цветочек та же история узкая юбка выше колено очень актуальный фасон и в общем не нравится она мне дальше две юбки одна одна юбка кружевная черная тоже очень короткая фасон я ее раздевала на какие-то партии вечера как партия дискотечную юбку но я не думаю что я еще раз надену потому что она очень короткая не неприличная что называется где были мои глаза и мозги когда я ее покупала ну это же прелесть я не могла устоять против вот этих вот аппликаций ну это я не знаю ну бывает бывает с каждым бывает это называется материна монтроли тролли что такое ну в общем не знаю какой-то бренд из наших она знаете сделана из такого вот из такой вот противнющей синтетики красивый цвет я купилась на цвет и на вот эти вот бесподобные обалденные аппликации бусинки ну в общем бывает с каждым бывает с кем не бывает вообще купила я эту юбку провисела она у меня я даже не помню если я ее ни разу наверное не надела потому что каждый раз когда я надевала я думала боже мой какая-то она детская я как-то нелепо в ней выгляжу вот и юбки когда-то я очень увлекалась такого плана юбками они обе это плессированная но тоже короткая из шифона такого и это тоже такого же плана тоже пульсированные с шифоном они не очень короткие если честно ну просто по-моему знаете ну каждая вещь имеет срок своего как это сказать ну морально устаревает вот мне кажется вот эти юбки обе они морально устарели и пора уже от них избавиться потому что я их уже не ношу давно и вот они просто висят у меня в шкафу висят в духу вот хотя эта юбка на резинки она такая удобная но уходит еще одна юбка мыни красивого зеленого цвета тут такие пуговички у нее но она очень короткая как вы видите и поэтому она уходит из моего гардероба навсегда и без возраста и две юбки ярко-красные и такая бордовая тоже я думаю что они мне маловатые я сто лет их не мерила не надевала но я думаю что они мне маленькие вот это вообще такая знаете по-моему тоже нет 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 она такая стретч резиновая было модно это одно время ну в общем такая просто узкая юбка выше колена она меня очень обтягивает и просто до неприличия обтягивает все мои мульбоклости и вторая юбка ярко-оранжевый цвет это из бананы репаблик она маленькая раз коротковатая два и и вообще она мне надоела и она такого яркого цвета запоминающегося если ее надеваешь один раз потом ее через следующий раз нужно надеть нескоро потому что все как бы ее видели и все ее помнят плюс ко всему такой цвет что очень трудно подобрать к ней топ потому что очень яркий такой знаете доминантный цвет и в общем надо очень постараться чтобы к ней найти вверх ну и все зачем мне это нужно мучиться и стараться так что вот уходит ну что я думаю что на сегодня все я думаю что это только начало у меня там еще полный шкаф такого висит который уже давно пора выбросить но никак не доходили руки спасибо в кавычках карантину что мы можем заняться чисткой наших крапов потому что у нас есть время которое мы не знаем куда девать не знаем что с собой делать и пытаемся отвлечься мыслями какими-то и чем-то занять себя я думаю что это первая часть продолжение следует я очень вам благодарна что вы открыли это видео посмотрели его подписывайтесь на меня ставьте лайки всем здоровья всем терпения все будет хорошо будем держать кулаки и будем надеяться что совсем скоро все это кончится и мы снова вернемся в нашу прежнюю жизнь всего вам доброго пока-пока увидимся в следующем видео пока-пока